Они сидят буквально на чемоданах. Жители нескольких аварийных домов Перворайска готовятся к переезду. Это более 120 человек. В квартирах, где проваливается пол, а на голову падают куски сгнивших перекрытий, побывал Никита Нехорошков. Дырявый пол в любой момент может провалиться, а потолок сгнил так, что вот-вот упадет на голову. В этой квартире Галина и Николай Брагины прожили более 30 лет. В этом году чуть не случилась трагедия. Едва жив остался глава семьи, который давно не встает с постели. Резетка была вот там подальше, и она замкнула у него. Стена горит, он лежит, молчит. Потом сверху уже соседка услышала дым. И это забегали. Ждать осталось недолго. Власти Перворайска в ближайшее время планируют переселить из аварийного жилья более 120 человек. Для них уже готовы сертификаты на предоставление нового жилья. В этом году для этих целей из областного и городского бюджетов выделено более 50 миллионов рублей. В 2018 году планируется расселить 46 квартир в трех аварийных домах. Это дом на Диносе, Белимбайе и на Хромпике. Каждый житель аварийного дома, который попадает под снос в этом году, получит сертификат стоимостью от 800 тысяч до 2 миллионов рублей. Суммы рассчитаны в зависимости от площади имеющейся квартиры в старом доме. По словам специалистов, на сертификат, полученный за однокомнатную квартиру в сгнившем бараке, можно купить однокомнатную квартиру. Цены на вторичное жилье упали на 10%. Ну вот, можем предложить, например, квартиру Динос, центр поселка Динос, 50 лет СССР, на втором этаже по приемлемой цене 980 тысяч, возможен торг. Многие семьи, еще проживая в ветхом жилье, начинают копить деньги или берут небольшую ипотеку, чтобы, получив сертификат, купить хорошие квартиры и в центральной части города. Так, например, поступила жительница Белимбая Елена Мельникова. Квартиру девушки оценили в 750 тысяч рублей. Добавила и переехала в дом на улице строителей. Район выбирала, конечно, что у меня ребенок маленький, садик, школа, чтобы все было удобно, спокойно районно. До 1 ноября из всех трех аварийных домов на улицах Ильича, Комуны и Карбышева уедут последние жители. Сами здания запланировано снести до 31 декабря. Никита Нехорошков, Александр Захаров и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.